Волга! Погода в доме. Всегда с вами! Погода в доме. Погода в доме. В отличие от Волги. В последних двух матчах команда набрала всего одно очко. И приходится... Это ничья на гостевой матч против Тольяттинской академии. 0-0 тогда был зафиксирован на счет. Это в прошлом туре было. Ну а в седьмом туре челябинцы уступили в родных стенах Тюмени со счетом 0-1. И видим мы, что хозяева сейчас достаточно много атакуют. Но на чеку наша защита. И вот Волга проводит вот такие вот быстрые контратаки. Михаил Мустафин рвется по своему правому флангу. Пас в штрафную площадку. Там Иван Лужников. Скидка советки на удар. И не очень уверенно играет голкипер челябинской команды Никита Тололикин. Первым на добивании был Суршков. Но не достался ему мяч. И Шустиков уже прицельно бьет под перекладину. Мяч слетит чуть-чуть выше ворот. Ну вот так вот Волга в принципе обозначила сегодняшний план на игру. Это максимально внимательно играть в обороне. И проводить острые контратаки. Вот еще одна из них после перехвата. Михаил Суршков с мячом. Дальний удар. И на этот раз Тололихин уверенно забирает мяч в руки. Рост его кстати 2 метра ровно. Вот такой высоченный голкипер играет в воротах челябинского клуба. Рост нашего голкипера Рината Соколова чуть меньше. Но он также уверенно играет на линии ворот. И этот момент сейчас демонстрирует то, что наш голкипер не промах. Нарушение правил в центре поля. Константин Советкин сорвал опасную атаку хозяев. И заслуженно получает желтую карточку. Тут претензий к арбитру встречи нет. Еще одна атака челябинской команды снова по центру. Теперь же Шустиков бежит за Дорошенко. И нарушает на нем правила. Также сорвана очень опасная атака. Близи штрафной площадки. И справедливая желтая карточка. Это же второе предупреждение Воги. За 45 минут этой игры. Дорошенко бьет. И первым на добивании Морозов. Мяч в воротах. Но гол незащитно. Несколькими секундами ранее был дан свисток. Защищающий о том, что было положение вне игры. Тем временем травму спины получает капитан ульяновской команды. Алексей Жиралев не сможет. Он продолжить игру. Его меняет. На поле появляется Симонов. Ну а Жиралев с помощью врачей покидает не только поле, но и стадион. Неизвестно, когда он выйдет уже на поле. Но вот известно, что Волга имеет хороший шанс для контратаки. Сафин получает мяч в центре поля. Смещается в центр. Перед ним защитник. И что дальше? Дальше удар. И грубейшую ошибку совершает голкипер. Хозяев Никита Талалихин. Надо отдать должное и Марту Сафину. Удар у него выдался на славу. 1-0. 40-ая минута встречи. Вот так вот Волга, отбившись от атак хозяев, от очень опасных атак хозяев, провела разящую контратаку и добилась успеха. Близится к концу первый тайм. И в центре поля нарушение. Грубое нарушение против Ивана Лужникова совершает этот фолл. Один из игроков челябинской команды. Но арбитр встречи только предупреждает. Устно предупреждает Грубияна. И не показывает желтую карточку. Тем временем первый тайм закончен. Давайте посмотрим статистику. Примерно равная игра. Чуть больше владеет мячом Волга. Несмотря на то, что голевых моментов поровну. 1-0. Волга ведет. Второй тайм матча между Ульяновской Волгой и Челябинском. После первой половины игры, напомню, Волга ведет со счетом 1-0. Автор единственного пока гола Марат Сафин. Случилось это на 40-й минуте. Ну а Челябинск с первых минут второго тайма идет в атаку. И видели мы сейчас опасный голевой момент около ворот Рината Соколова. Мяч прошел выше ворот. И еще одна атака челябинской команды. Наши практически всем составом находятся на своей половине поля. Обороняются. Обороняются, кстати, очень уверенно. И позволяют сопернику только дальними ударами обстреливать ворота Рината Соколова. Который достаточно спокоен. Что и подтверждает его жесты. Есть среди болельщиков и поклонники Волги. Приехали они в Челябинск. Это достаточно далеко. Сутки езды на поезде. Но, тем не менее, без поддержки Волга не осталась. Еще одна атака челябинской команды. И мяч под удар Максиму Самойлову, который играл три года назад в Волге во времена первой дивизиона. Но и Ринат Соколов на месте. А вот теперь одна из редких атак в Волге. Стандарт угловой. Ильдар Вагапов был на стрие в этом моменте. И нужно бежать назад для того, чтобы обороняться. Это был наш защитник. Тем временем Марат Сафин сделал свое дело. Марат Сафин может отдохнуть. Заменили его. Но Челябинск продолжает атаковать. Захлестин с мячом. Еще один экс-волжанин. Подача в штрафную площадку. И мяч попадает в Шустикова. И попадает, надо сказать, в руку. Достаточно спорное решение арбитра сегодняшней встречи. Желтая карточка. Шустиков, у которой говорит, что он не играл рукой, а что мяч просто попал ему в руку. И это предупреждение для Сергея становится вторым. Матч и Волга остается в меньшинстве за 10 минут до финального свистка. Но надо, забегая вперед, скажу, что за эти 10 минут Волга ничего. Путного не позволила сопернику создать у своих ворот. Звучит финальный свисток. Волга одерживает очень важную победу. И статистика матча на ваших экранах. Территориальное преимущество полностью за Челябинском. Но Волга одну свою голевую атаку реализовала. В отличие от соперника и благодарит команда своих поклонников за эту поддержку. И во многом благодаря именно ей. Волжане и одержали эту очень важную победу. Результаты девятого тура на ваших экранах. Как ожидалось, несладко пришлось нефтехимику в Училах, где команда из Нижнекамска уступила со счетом 1-2, пропустив решающий гол на 90-й минуте с пенальти. Уфа прогнозировано победила в Казани со счетом 1-0. Кстати, это подряд вторая победа уфимского клуба со счетом 1-0. После того, как команда из столицы Башкирии три раза подряд сыграла в Ничу 0-0. И после этой победы Уфа возглавляет турниру на таблицу. На три очка отстает Волга, которая с пятого места переместилась сразу на второе. И это после победы в Челябинске. В нижней части турниру на таблице практически без изменений. Носта и Зенит замыкают турниру на таблицу, имея всего по два очка. Следующий тур пройдет 18 июня в субботу. Волга будет дома играть с Тюменью. Скорее всего, это будет центральный матч тура, потому что в остальных встречах победителей предсказать намного проще. И об этой встрече мы поговорим с вами ровно через неделю. В проекте «Играя в футбол, болей за Волгу». До свидания. Спонсор футбольного клуба «Волга» – компания «Погода в доме». Мы более пяти лет на рынке города. Наша специализация – оптово-розничная продажа газового, отопительного и бытового оборудования от ведущих российских и зарубежных производителей. Сеть розничных магазинов почти во всех районах города. Компания «Погода в доме». Всегда с вами. Компания «Погода в доме»